Псалом 146. Псалом 146. Благоволит Господь в боящихся Его, и воуповающих на милость Его. Про что этот псалом? Про свободу нашей воли. Тут есть много ценностей перечисленных, которые Господь противопоставляет друг другу. Не так, а так. Не это, а это. Здесь говорится о выборе, о нашей свободе выбора в жизни, которая нам дана. И говорится о всемогуществе Божьем и Его роли в Божьем мироздании. Хвалите Господа, яко благ Псалом. Тут Давид не отказывается похвалить свое произведение даже. Хвалите Бога, потому что здорово Он мне подсказал написать. Благ Псалом. Здорово получилось мне вот это все написать. Давайте так вот этим способом и сейчас подумаем и похвалим. Хвалите Господа, потому что Он меня здорово посетил и подсказал мне. То есть Псалом – это откровение. Божье стихотворное вдохновение напало. И поэтому вдохновению Давид Духом Святым дальнейшую хвалу Богу. Бога винашему да усладится хваление. Псалом здорово получился. Пусть не только мы, которым тоже здорово понравилось. Пусть самому Богу понравится то, как мы Его призываем. Какими именами мы Его зовем. Зиждей Иерусалима Господь. Это имя. Что Он сделал Господь? Да Он Иерусалим построил. Причем Иерусалима оба. Имеется в виду земной. Это тот, который для проживания. Жил площадь. Имеется в виду небесный, который для Бога. Который влестнится в небеса. Святыня. Зиждей Иерусалима Господь. Так что Иерусалима 2 – это двойственное число. Рассеяние Израилева соберет. А помните, что было после разрушения Иерусалима. Израиль рассеяли между окрестными народами. За что? За то, что Израиль воспользовался храмом Божиим для прославления чуждых ценностей. Почему храм Господь разрушил, попустил? Потому что Израиль натащил в этот храм ложные идеалы человеческие. Затащил туда всяких Астарт и Ваалов. Всяких Венер, Милоских и всякие прочие изображения идеалов человеческих. Идеалов красоты. Идеалов силы. Идеалов мудрости. Всевозможных прочих идеальных человеков. Так что Господь против нашего с вами идеализма. Он за реализм этого мира. Он за бытие реальное. За жизнь. Зиждий Иерусалим расселение Израилева соберет. То есть Израиль, который был изгнан после того, как Иерусалим был разрушен, не навсегда изгнан. А когда они увидят счету вот этих окрестных культур, их бездуховность. Израиль захочет силы Божьей, захочет благости его и к Богу обратиться за помощью. Когда его начнут эти культуры подоблять, порабощать. Исцеляя и сокрушенное сердцем. Вот что бывает с человеком, который наделал беды и в его сердце зародилась всякая нечистота. Да что делать с горшком, в котором всякая нечисть. Да разбить его. Разбить его и вытряхнуть его содержимое. Промыть черепки и наполнить чем-то более нужным. Потому что эта окалина, это запеченный комок вот этой грязи в душе, его невозможно извлечь, не повредив самой души. Поэтому приходится душу разбивать на части. И отделять в этой душе окаменевшее, извините меня, дерьмо этой души от тех стенок, которые еще нужны для того, чтобы что-то чистое в себе удержать. Так что приходится сокрушать сердце. Сердцем называется внутренность души, а не орган, перекачивающий кровь внутри человека. То есть в библейском смысле сердце – это сердцевина души, наполняемая духом. При этом духи могут быть разные. И духи злобы поднебесной оставляют в этой сердцевине нашей души всякую нечистоту. Они наполняют нашу душу нечистотами, нечистыми помышлениями, нечистыми побуждениями, которые начинают в этой душе кипеть и выплескиваться через уста в виде скверных слов, матерной брони и всякой прочей гадости, которая в душе кипит от того, что туда пополняют нечистые духи. И по самим словам мы узнаем, что там в этой душе кипит. Если вырываются слова хвостовства, это значит, там тщеславие кипит. Если вырываются слова блуда, значит, в нас там блудная страсть кипит, которая без гордости тщеславия не может кипеть. Они друг друга подогревают. Так что исцеляй сокрушенное сердце. Вот когда человек увидел, что нагрешил и пытается очиститься, это сердце он топчет. Наступает на желание своей души, и сокрушенную душу Господь в состоянии восстановить животворящей силой благодати Божией. Но только после ее очищения. И обвязу я и сокрушение их. Видите, обвязу я и сокрушение. Все руки-ноги переломаны. Он перевязывает, делает лубочки, чтобы это могло зажить и восстановиться, естество наше. «Исчитай ей множество звезд, и всем им имена нарицай ей». То есть, о огромном объеме Божьей памяти, о его способности позаботиться о многих созданиях своих, здесь говорится по сравнению со звездами, которые у Бога все перечислены, пересчитаны. И каждая имеет свое собственное имя. Каждая звезда. «Велий Господь наш, и велия крепость Его, и разума Его не с числа». Поэтому для того, чтобы такое вместить в создание, об этом даже подумать и понять, для чего что есть, мы можем просто поэтому судить, что сам наш Господь очень велик. И у Него очень много сил, раз Он все это создал. И разум Его невозможно посчитать ни в каких терабайтах памяти. Поэтому разум Его невозможно никакими числами измерить. Вот как можно разум посчитать? Мы знаем сейчас, как разум можно посчитать. Вот у нас в машине есть объемы памяти, которые совершенно позволяют нам разум машины оценить. «Приемли и кроткие Господь, смиряя и же грешники до земли». Смотрите, как здорово. Здесь противопоставляются грешники кротким. Потому что кроткие – это те, кто реальность принимает такой, какая она есть, и себя, свой нрав к этой реальности примиряют, подгибают себя под законы бытия. То есть пытаются себя менять по обстоятельствам жизни. А грешники, которые против всех правил, пытаются перелезать через все заборы, которые пытаются ходить не теми путями, которые для нас предназначен Господь. Что с ними Господь делает? Смиряет до земли. То есть они спотыкаются, падают и возвращаются в землю свою. «Всякому, кто Богу противится, Господь отказывает в пополнении благодати Святого Духа». Если ты против Бога, что Господь обязан тебя кормить, что ли? Нет. «Начните, Господи, во исповедании, пойте Богове нашему в гуслих». Так что начинать нужно общаться с Богом в чём? Исповедать Его. То есть надо Его, во-первых, узнать, во-вторых, сказать, какому я Господу верю? Реальному Богу. Вот здесь есть исповедание в этом псалме, кем Господь для нас в своих действиях является. У нас исповедание веры есть, символ веры. И вон написано, какому я Богу верую? Во-первых, одному Богу единственному. Он вседержитель, Он творец неба и земли, видимым же всем и невидимым. И так далее. Всё это до конца. «Начните, Господи, во исповедании, потому что без исповедания невозможна вера. Пока ты не знаешь свои основы веры, ты не сможешь начать общение с Господом. Ты не понимаешь, кому ты доверяешь. Ты доверяешь неисследенному. Веру нужно изучить в том виде, в котором она между людьми исповедуется. Какую Господь сам нам поведал, открыл о том, какой Он есть на самом деле. То есть надо принять Бога таким, которым Он себя для нас открыл. Так что начинаем с чего? Отношение с Богом начинаем с тем, что мы пытаемся ознакомиться с тем, кто Он для нас. Потому что если мы такому начнём доверять, Он начнёт нам помогать. Значит, начнём разбираться в исповедании веры церковной, а потом будем петь Богови нашему в гуслих. Сперва мысли разбираем, а потом выучиваем наизусть и начинаем уже в ритме песни, сопровождая это и ритмом, и тоном, начинаем это всё заучивать так, чтобы от зубов отскакивало, чтобы уже не забыть никогда. Почему поют в гуслих? Чтобы лучше запомнить. Потому что ты должен всегда помнить символ веры, помнить его так, как мы в церкви его исповедуем. Пока не знаешь веру, не знаешь, кому верить. Пойте Богу нашему в гуслих. А дальше двоеточие идёт и начинают характеризовать того Бога, который в своих действиях нам является. Вот тому Богу самому, одевающему небо облаки, которые небо покрывает облаками, который уготавляет, уготавляющему земли дождь, который проливает этот дождь, животворящий на лицо всей земли, отчего растут растения, прозябающему на горах траву, чтобы скот мог пастись, Господь на горах эту траву из земли изводит. И злак на службу человеку. Вы знаете, что из травы на её вершинках формируются зёрнышки, злаки, которыми может питаться человек. Здесь это прямо одно из благословений Божьих, причём первое благословение, какое, которое у иудеев соответствует благословению трапезы. Это про еду говорится здесь. Первый, кто нам Господь? Он нам кормилец. Он нам творец и кормилец. Он нам даёт воду и пищу, воду и хлеб. Они говорят, «Благословен Господь Бог наш, творец всяческих, изводящий хлеб из земли». Вот здесь прямо эта цитата Псалма об этом и говорит. Он творец всяческих, и Он, поливая землю дождями, изводит из неё траву, на которой злак в пищу человеком. Такое вот благословение Божие нам прежде всего в пище, в земной. Да, это их молитва перед едой такая бывает. «Благословен Господь Бог наш, творец всяческих, изводящий хлеб от земли». И они преломляют после этого этот хлеб и раздают его, как благословение Божие, всем, кто в этой трапезе участвует. Представляете? Воспринимать из рук благословляющих Бога хлеб, который является для нас благословением Божиим. И к хлебу относиться как к Божьему благословению. Какое благоговейное отношение. Дающему скотам пищу их. Вот хлеб обмолотили, а сено и солома пошли в пищу скотам. А некоторым скотам даже и зерна избыток пошел в пищу. Потому что на зерновом комбикорме в основном у нас сейчас скоты выращиваются для наших потребностей. Для молока, для масла и всего прочего. Что даже хлеб сдабривать нужно. Хлеб с молоком – это же самая лучшая еда, правда? Дающая скотам пищу их и птенцам вороновым, призывающим его. То есть кроме скотов, есть еще те, кто этот скот после падения расклёбывает и убирает с земли нечистоту этого скота. Так что птенцы вороновы, потребители скота, они тоже получают свою пищу и они Бога призывают. Это одна из самых разумных птиц на земле. Не в силе констей восхощет, ниже в лыстях мужеских благоволит. Господь Бог ценит не силу конников, всадников, которые на этой земле являются вооруженными силами, способными завоевывать целые страны. Не в силе констей восхощет Господь, он ни к ним благоволит. Ниже в лыстях мужеских благоволит. И что такое лысти мужеские? Кто такой лыцарь? Лысти – это ловкость прежде всего. Личные боевые качества, быстрый бег прежде всего. Способность пехоты совершать быстрые перебежки, быстрые марши, боеспособность, общим словом. Ниже в лыстях мужеских благоволит. Ни в воинских искусствах, ни в боеспособности Господь Бог имеет свое благоволение. Благоволит Господь прежде всего в боящихся Его, в тех, кто с Его законом считается и боится Его нарушить, кто старается строго выполнять то, что нам Господь в этой жизни велит, ибо уповающих на милость Его, и в тех, кто идет к Богу как можно ближе, чтобы получить от Него великие милости. Говорится о доверии Богу. Так что этот псалом про что? Про веру. Про веру. То есть надо знать Бога, которому ты доверяешь. И когда ты прешь сам против других народов, это еще не подтверждение, что к тебе Господь благоволит. Если ты ловкий наездник на конях и прекрасный пехотинец, который может быстро одолевать большие пространства с оружием в руках, в этом ты Богу не угодишь. А вот в исполнении воли Божьей ты Ему угодишь. Он тебя будет покрывать, умножать твой ум, умножать твои физические силы, залечивать твои раны, сокрушения сердечные, научить тебя благодатной жизни. Дух Божий в тебе будет.